Приветствую вас. Я думаю, что мой ответ в какой-то степени послужит продолжением ответа одного из моих коллег, который написал вам про личную ответственность. Только я хотел бы, наверное, сделать небольшие уточнения. У меня ощущение, что вы, вот, как бы, ну, пишите просто, вот, то, что происходит во время сейчас с вами. Вот. Но вы не задаёте вопрос. Вы не связываете свою активность с тем, что происходит. Вы обращаете свой вклад в то, что происходит. Я напишу вашу жизнь. И вы, в общем-то, не отвечаете на один из главных вопросов. А менять-то что-то в своей жизни вы хотите или нет? Потому что, если хотите, то нужно разбираться с тем, где вы не соответствуете себе. То есть, ну, где вы, там, условно говоря, перестаёте соответствовать тому, что вам хочется. Вот. Да. А где вы себя как-то, ну, там, не знаю, где вы себя принижаете больше, где вы себя пережимаете, где вы себя... То есть, где вы... где вы не позволяетесь обрабатывать, ну, собой настоящей, тогда я попал. Понимаете. Да. О чём я, ну, о чём идёт речь. Это важно. То, о чём я пытаюсь вам сейчас сказать. Потому что да, в вашей жизни безусловно есть проблемы, это правда. И проблемы безусловно не суточны, но заметьте, как вы их озвучиваете, музыка как подменили, деньги ушли из семьи и так далее. Нет. Это немного не так работает, мать. Не деньги уходят из семьи, а люди делают так, что денег становится меньше. И, и, что важно, бывает, что это делается абсолютно целенаправленно. Потому что человек так хочет. Понимаете? Так бывает. Бывает иначе, конечно же, когда получается так, что человек этого не хочет. но все равно делают. Что да? Все равно делают. Как-то. Вот. А что это происходит? Это не хорошо. Это не плохо. Это реально. Но важно немножко другое и другое. Важно понять для себя, что конкретно. Из чего, точнее, конкретно состоит мой вклад. Понимаете? Да? Мой вклад всего состоит. Что я делаю для того, чтобы вот это стало реальностью. Понимаете? Что понимаете? Да? О чём идёт речь? Вот это важно. А то как вы преподносите ситуацию в большей степени то есть, похоже на некоторую такую, знаете, пассивность, что ли. То есть вот просто пассивное принятие того, что происходит. Не знаю. Вот. То есть никакого, ну, условно говоря, никакого, запроса на изменения, на развитие, нет. Мне показалось даже, что наоборот, вам как будто бы больше хочется чтобы всё осталось, чтобы всё осталось, ну, вот так, как есть. То есть не менять ситуацию, ну, не менять ситуацию. Вот. Вот. Это, на мой взгляд, ну, позиция как бы деструктивная. Таким подходом у вас точно ничего не поменялось. Вот. Поэтому очень важно, чтобы вы для себя решили, что вы хотите сейчас в этом делать и мужа можно вернуть и отношения наладить можно, я имею ввиду, ну, денежные, да, вот, финансовые, бизнес. Всё это можно исправить. Вот. Лично мне кажется, что главная причина, по которой ушёл его возьмуся по ощущению, что он не может больше давать вам то, что, ну, что вы привыкли получать. Вот. Вот так вот мне кажется. Я не уверен в этом, опять же. Вот. Но мне кажется, мне кажется, что это может быть причиной вполне, вполне реальной, я бы сказал, причиной этой может быть. Потому что для многих мужчин, для очень многих мужчин, вот такая невозможность давать своей женщине то, что она привыкла их получать, особенно если отношения только этим ограничиваться. Тут у них больше нет, ну, никакого наполнения, скажем, скажем так. Вот. Ага. Вот. Тут вот такая флоза, флоза. Есть. Вот. Поэтому то, что я могу вам сказать. Ну, вот. Ага. 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 Потом всё. Я надеюсь, что помог вам. Надеюсь, что мой ответ вызовет у вас определенный отклик. Вот. Который и, выражение которого и подходит начало работы над собой. И, может быть, работу впады. с вашим образом. Конечно, сейчас вас хочется в большей степени поддержать. И хочется, чтобы вот та, та боль, которая, до которой у вас есть, чтобы она прожилась, чтобы вы её всю приняли. Вот. И, как бы, ну, дальше, дальше уже могли бы решить, что делать. Удачи вам. Всего самого доброго. Обращайтесь за помощью, ибо самостоятельно вы свои проблемы, скорее всего, не сможете решить.